Ну что ж, пожалуй, начнём. А вот мне мама говорила, что лучше всего идти учиться на повара. Почему? Ну как это почему? Ведь путь всякого мужчины лежит через повара. Привет! Сегодня мы будем готовить овсяное печенье. Для этого нам необходимо перемолоть овсяное хлопья, а потом добавить... Запомни, этот ингредиент очень важен, иначе ничего не получится. А у нас в случае гостя. Оль, привет, заходи. Вот можешь взять вот эти вот тапочки. Ой, нет, спасибо, я сегодня наскорбиваю. А если у нас сообщение следующих наших героев, не расшифровал бы даже Штирли. Вот пример. Алло, Марсик, это я, твоя киска в му-му. Твой лисёнок-кульпур обиделся на тебя. Не звони больше своей руки, буль-буль, козёл. А теперь представьте, девушка поздно вечером возвращается домой с вечеринки. Отсоединяй-кульпур. Так, главное, маму не разбудить так. Тихо. Папа, папа, открывай! Мама, а это не папа. Ты чего? Наш папа бросил нас, когда тебе было ещё десять лет. Ахаха-хаха-хаха-хаха-хаха-хаха-хаха-хаха-хаха-хаха-хаха-хаха-хаха-хаха-хаха. Мама, а ты чего так поздно? И где ты была вообще? А ну-ка ты здесь. Уууу, что понятно. Ладно, заходи бабушке, ничего не скажешь мне о себе добра. Пойми сюда мечтой. А в это время в самой бандитской школе проходят встречи выпускников. Посмотрим. Песня «Пишите!» О, Мария Ивановна, а вы совсем не изменились. Песня о том, ну чтоб вас нашу песню запевать, так здорово, что все мы здесь сегодня гопота. Всем есть? В этом интернете поняли, как трудно живется нашим гопникам. А на самом деле это выступление мы бы хотели посвятить ему одному. Ему, самому доброму и справедливому, веселому и наоборотному. Только ему одному. Тебе, дорогой зритель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова